20 мая 2023 года один районный центр вот уже в который раз перешел из рук в руки сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят бахмут этот маленький городок основанный между прочим по приказу нехорошего царя иван грозного в 1571 году спустя 472 года приобрел мировое значение даже человек претендующий на роль шефа нашей планеты знает о его существовании как и любое другое событие битвы за бахмут существует в нескольких измерениях в нескольких плоскостях например как реальная страшная битва этого аспекта я не буду касаться оставим военкором военкорова не будем особенно вникать в пространство украинского агитпропа которые не отрицая очевидного то есть самого факта сдачи бахмута очередное заявление российских оккупантов о взятии бахмута уже российские силы захватили город бахмут они честно попытались отпраздновать победу россия посчитала возможно сказать что они победили тем не менее бодро рапортуют о грядущих победах наши закрепились на новых позициях силы обороны украины продвигается по флангам вооруженные силы украины пытаются пушить город разговор по поводу бахмута еще далеко не закончен российский же агитпроп боится упоминание чувака вагнер и фамилии пригожина как черт ладана а если вдруг у соловьева в его богом забытом ночном вечере кто-нибудь что-нибудь ляпнет о скоромном все читают высказывание господина пригожина о том что боеприпасов не дают о том что могут окружить то редакция и хозяина квартиры то есть студии где снимается передача не пощадит вырежет кусок выступления знаменитого шахназарова от 7 марта а чтоб другим не повадно было то и всю передачу от 15 марта в которой константин севков вышел за рамки спрячет под ковер вы хотите сказать что верховный главнокомандующий предлагает лобовые штурмы то есть вы читаете шахназарова кстати цензурно наказали еще раз 7 мая тогда вырезали опять вот эта система бюрократическая которая работала до войны который как бы основная задача была выдвигать людей которые у которых нету инициатива но это не работает сегодня еще одно измерение называется она министерство обороны вот это и есть самое интересное для министерства обороны чвк вагнер не существует вот давайте завьем чвк вагнер в поисковую строку официального сайта министерства обороны и получим ничего то есть вагнера конечно есть и успешно воюет между прочим 27 декабря 2022 года в налоговом реестре было официально зарегистрировано юридическое лицо с названием чвк вагнер где по словам владимира соловьева служат удивительные люди до этого они много лет служили кто-то в красной армии кто-то этот человек еще над байденом издевается красная армия еще 77 лет назад стала советской сколько же лет должно быть некоторым бойцам чвк вагнер и тем не менее сам президент им каким-то образом дает поручение они выполнили поручение верховного главнокомандующего но когда 20 мая телеграм-каналы и социальные сети хором запели о том что бахмут все и все знали кто это сделал министерство обороны скупо сообщила даже не устами коношенкова а просто текстом о том что штурмовые отряды вот ведь как историю помнят что штурмовые отряды вагнер освободили артемовск но вы хоть обыщитесь не найдете видео брифинга 21 мая и так чвк вагнер и министерство обороны справедливости ради скажу что описание этой коллизии будет односторонним и только потому что министерство обороны ушло в глухую несознанку после кадровых перестановок в руководстве генштаба в начале января человека вагнер начала испытывать снарядный голод если так дальше будет продолжаться поставка боеприпасов я даже затрудняюсь ответить как мы дальше будем выполнять свои задачи по прямому предназначению снарядный голод говоря сухим военно бюрократическим языком увеличивает санитарные потери на хватает боеприпасов гибнет x когда не хватает боеприпасов x надо умножить на 5 вот такая кровавая арифметика погибших 99 человек 83 человека погибшими 116 человек и так каждый день снарядного голода снаряды делаются но у нас почему-то нет мы израсходовали буквально все я обращаюсь к шайгу сергей кожугетчу с просьбой выдать незамедлителя боеприпасы в связи с дефицитом боеприпасов чвк вагнер несет серьезные санитарные потери снарядный голос продолжается и усиливается боеприпасы нам по-прежнему не дают в необходимых количеств в какой-то момент генштабовские генералы отключили связь с чвк вагнер для того чтобы я перестал просить боеприпасы мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях а вот этого я вообще не понимаю обрубить связь во время военных действий однозначно обозначает вы сами понимаете что пригожин пытается решить проблему всеми возможными способами в том числе через доступные сми и телеграм-каналы а представьте себе примерно вот такой заголовок в газете правда 41 скажем года снарядный голод острейший у нас нехватка боеприпасов 70 процентов шойгу герасимов где боеприпасы нарядный год продолжается несмотря на отчаянное сопротивление в ссу и генштаба бахмут был все-таки взят но это не конец истории в ходе великого снарядного противостояния вскрылся конфликт совершенно иного толка и масштаба система устроена так что сидит какой-нибудь клоун в администрации президента который должен поставить свою подпись ему хочется чтобы его умоляли при шойгу в армии было сделано одна очень важная вещь было поставлено во главу угла чина почитания или за блюдство есть просто позиция что ты мразь есть боги есть мразь эта тема табуирована гораздо строже оборона ее прочнее опорных пунктов бахмуте для ее защиты снарядов не жалеют у нас абсолютный социальный просто параноидальный разрыв и когда у элиты дети мажут себя кремами и показывают это в инстаграмах там ютубах так далее а у обычных людей дети приходят в цинке разорванные на куски это раздвоение оно все чем может закончиться это как в семнадцатом году революции кстати константина долгова который брал это интервью у евгения пригожина на следующий день после публикации уволили по звонку я должен честно сказать россия стоит на грани катастрофы если все закончится тем что будет в одно мгновение в арфломе его ночь бахмут это конечно урок который надо выучить на тебе сошелся будут ли ответственные товарищи делать домашние задания более того воспримут ли они этот конфликт как урок который надо выучить это вопрос не на мою пенсию